МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты как себя чувствуешь? Ну, сейчас у нас друзья ложила, я пробила. Ну, у нас глазки замечательные, краски. Да я сегодня решила намулякаться. Намулякаться? Ну, хорошо. Итак, дорогая Диана, мы сейчас... Александр Валерьевич потрудился, ему поклон. Он сделал цифровку твоего джазового стандарта. И мы сейчас с тобой распоемся. Александр Валерьевич проиграет квадрат. Ты попробуешь на разные фанели, на слоги, поимпровизировать. Все равно тебе нужно будет импровизировать. И заодно распеться, тем более ты не очень хорошо себя еще чувствуешь. Поэтому по своим силам используй тесситуру ту, где тебе удобнее. Как тебе удобнее. Я тебе не диктурую. Прошу. Пропусти квадратик, послушай. Иди сюда, вставай. На свое любимое место. Послушай, послушай еще, если нужно. Дай звук. Все мимо, все не вредит. Во-первых, что ты можешь дробить, это твое право. Ты можешь мимо доли петь. Забыла, каково это. В этом тоже есть своя прелесть. Я хочу тебе сказать, знаешь, о чем? О том, что когда ты... Да, мы два преподавателя, ты студентка. Но в данный момент, когда тебе дали задание, ты не должна смотреть на меня, нравится мне или не нравится. Ты не думай, ты не жди нашей оценки с Александром Валерьевичем, что мы тебя будем оценивать. Нет, ты должна нравиться сама себе. Ты должна испытывать удовольствие от того, что ты делаешь. И совершенно не думай о том, как воспринимаем это мы. Тебе должно нравиться. Вот мне не нравится, что ты сутулишься. Расправь плечи-то. И все, и свободно ты можешь двигаться. Да, у тебя всего один квадратный метр здесь. Ты на нем должна уметь двигаться. Все, смелее. Очень хорошо было, Александр Валерьевич. По-моему, было хорошо, если это, как говорится, ну вот так. Тем более, был такой большой перерыв. Мы только начали работать после каникул. Молодец. Молодец. Вокал лечит. Поехали. Все то же самое, да? Да, да, да. Смелее, разное деситое, как ты чувствуешь себя. Штрихи разные. Смелее, разное деситое, как ты чувствуешь себя. Смелее, разное деситое, как ты чувствуешь себя. Смелее, разное деситое, как ты чувствуешь себя. Хорошо, хорошо. Плотности звука не было, да, сама-то слышишь? Неплохие у тебя мысли, все хорошо, все нормально. Все замечательно. Плотности-то звука нет. Где плотный-то звук? Ну, это так напевываю. Так вот именно это было напевание. Ну, мне кажется, импровизация достаточно такая легкая. Она разная должна быть. Плотность звука в импровизации разная. И что дает плотность? Благодаря чему? Меняется динамика. Меняется динамика, а динамика усиливает работу чего? Деса. Конечно. Мышечная работа сразу же. Работа больше. В результате поток воздуха, который поступает к связкам, давление сильнее. Под связочное давление связки смыкаются лучше, и происходит более сочный окрашенный звук. Вот и все. Так что ты можешь в одной даже ноте, мы говорили о том, что мы ее развиваем, мы ее делаем ярче, сочнее, тут же сводим на нет, как это называется? Филировать звук. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Александр Иванович, давайте мы тогда сделаем сейчас, мы поднимемся на кварту с этим квадратом, и попробуем сейчас выбрать какой-то маленький фрагмент, сейчас уже не импровизационный, а конкретный. Можешь выбрать его сама, и мы пройдем в качестве распевки, разными штрихами мы его выполним, но мелодически это будет одно и то же, скетически это будет одно и то же, поднимемся на кварту, может быть, на квинту, сколько хватит у тебя диапазона на сегодняшний день в связи с твоим состоянием здоровья. Выбери сама. Выдумать сразу, мне кажется. Ну, выбери, она коротенькая должна быть. Александр Иванович, будьте добры. Например, например, но я взяла, понимаешь, я взяла не низкую тисситуру, куда подниматься, если будет такой вариант, и прозвучало ниже среднего. Давай возьмем, начнем с низкой тисситури. Давай, сама. Очень хорошо. Только... Посмотри, как сделать. Здесь инкопку хорошо, акцентик поставить более точный, то есть не размазано. Пошли. Хорошо, спасибо. А теперь давай все-таки... То есть больше синкопочек. Прямо сразу, да, пошли. Раз, два, три. Так, что у нас в первом том? А почему мы не понимаем? А почему? Ты должна его слышать. Ты должна его слышать. Мы не будем подготавливать тебя. Третий курс. Конечно, Александр Иванович очень хорошо тебе все дает. Все нормально. Тем более, что тебе никто не дает сейчас четко задание, чтобы ты спела в долю. У тебя синкопа, причем ты слышишь тон у тебя. Ты на вторую долю начинаешь петь, поэтому ты должна успеть. Ну, может быть... Пусть я еще просто не определилась, куда я хочу... Скорее всего. Может быть, ты не определилась, куда ты хочешь наступить. Уже, пожалуйста, определись. Сделай это уверенным. Даже если не точные будут, не будет у тебя этих в начале двух синкоп. Пусть будет одна. Пошли. Еще разочек. Догоняй. Спасибо. Давай так. Если тебе сложно. Вот смотри. Определилась, не определилась. Возникает определенная сложность у любого человека. У меня тоже иногда возникает определенная сложность. Но я не могу, допустим. Вот не могу я сразу вступить. А почему тогда все-таки ты не пропускаешь? Тебе ведь никто не диктует. Александр Валерьевич может... Поднимитесь сейчас, Александр Валерьевич. Встаньте на тон на предыдущий. И сделайте подъем. Допустим, закончили. Ты можешь пропустить. Ты можешь пропустить. Столько, сколько ты хочешь. Пропускай. Иди. Ты можешь уехать. Понимаешь? Ты можешь прямо оттуда откуда-то. Из ниоткуда появиться. Это будет и как прием. Это будет интересно. Это будет гарантия того, что ты в верной гармонии поешь. Все, еще разочек вернемся к первоначальному. На месте. Да, хорошо. Сейчас было хорошо в плане... Все. Нет. Сейчас было хорошо в том плане, что ты сейчас точно по гармонии шла. Но в том плане, по метро-ритму, конечно, это было... Гуляй не я гуляй не хочу. Даже если ты где-то подразмазала начало, подразмазала, ушла, да? Все это как-то... Но у тебя еще вторая часть квадрата, где ты можешь очень четко и точно спеть. Четко и точно спеть. Сейчас поставила просто перед собой цель по гармонии точно начать. Что у тебя? О чем ты думала? Почему так размазано все было? Потому что я не придумала вторую зарисовку. Вторую зарисовку? Скучная. Скучная. А почему вы все время считаете, что вы должны все это дробить? Почему? Ну, ты сама говоришь, скучно. Скучно потому, что идет постоянный повтор. Так мы наоборот решили, чтобы это было одинаково. Мы же приняли условия. Мы же условия, задачи же приняли. Мы же постоянно меняем ритм. То есть я не могу... Мелодию. Мы сохранили мелодию. То есть вот эта вторая часть. По-разному. Но сама мелодия-то сохраняется. Сама мелодия. Ты говоришь, она неинтересна. Как раз... Ну, нет, но как-то не получается. Все у тебя получается. Все у тебя получается. Сделай более четко. Расставь акценты. Куда ты их ставишь? Наверное, просто еще не вникла. Сейчас вникнешь. Во-первых, давай начнем с того, что это твое произведение. Ты тебе этот джазовый стандарт петь. И мы не просто сейчас распеваемся. Мы работаем уже. Работаем в контексте именно того произведения, которое тебе петь. Поэтому мы работаем и мы ищем. Одновременно распеваясь. Не пусть и ничего. Еще разочек. Раз определилась сейчас с мелодией, мы взяли это как распевочку. Пусть она сохранится. А ритмически постарайся все-таки вложиться в квадратик. А внутри делай, что хочешь. Но акценты тебе помогут. Можно? Молодец! Успеваю! Молодец! Я не могу в первой фразе сделать, чтобы у меня четко получилось. Молодец кольцов. Везде сенкопки. Не прочувствовала? Идет, понимаешь, здесь шалости какие-то. Шалости. Дай себе вольность. Дай себе вольность. На полтона предыдущие. И дальше пойдем. Дышит. Где закончим? Смелее. Ну, смотри-ка, начиная. Спасибо. Просто она будет. Ты же должна вложиться. Растянула первую. Пожалуйста. Или здесь растягивай. Ну, тут догоняй. Либо наоборот. Пошли. Лучше. Молодец. Все хорошо? уже и уже и слышишь как ступать уже и более не хватает еще перца ну и что перец будет для первого раза считаю что это неплохо